Николай Друзьяк, он биохимик, жил в Одессе и заболел еще при советской власти. Заболел, врачи лечили и руками развели, ну ничего. Он начал хвататься за любую возможность оздороветь, как-то продлить жизнь и прочее. Он начал бегать по утрам, ну эффекта особого не почувствовал. Начал в море черном зимой купаться с головой, ну тоже ничего. По бутейко дышать начал, ну тоже что-то есть, но реального перелома не было. Мочу начал пить и тоже ничего. И тут ему пришла в голову гениальнейшая мысль. Вот гений Друзьяка заключается в том, что он понял, что за здоровьем надо не к врачам идти, которые сами больные, а за здоровьем надо идти к долгожителям, вот где надо здоровье искать. И он выяснил, что в СССР было 4 устойчивых территорий долгожительства, устойчивого долгожительства. Всего в мире таких территорий 20, а 4 в Советском Союзе. Это Нагорный Карабах, люди жили 140-160 лет. Причем вот рекордсмен продолжительности жизни Советского Союза, поступший ради муслимов, достоверно установлено прожил 168 лет. До последнего дня пас овец, не болел ничем, у него было 38 внуков, а правнуков уже и пересчитать никто не мог. Вторая территория долгожительства, это верховья реки Куры в Дагестане. В низовьях ни одного долгожителя, а вот в верховьях там живут 130-150 лет. Более того, когда он туда приехал, он выяснил, что у них до революции был обычай. Если человек жил 150 лет, считалось, что ему уже хватит жить, его правнук сажал на коня, увозил в горы, ну и там уже как его судьба, как он сам судьба, то есть даже обычай такой был, что считалось, что хватит человеку уже на этом свете жить. Третья территория, это Кадорское ущелье в Абхазии. Не все абхазы долгожители. Вот которые в Кадорском ущелье живут, там 130-150 лет. И четвертая территория, это Якутия. Пока туда водку не завезли, там люди жили 120-140 лет, нормально, спокойно и все. И он начал выяснять, в чем дело. Начал выяснять, в чем дело, почему. Ну это же в Одессе продолжится жизни мужчин 56 лет, а тут 150 лет. Ну не обидно ли, правда, такие же люди. Он объехал эти все территории. Причем он пишет, когда я приехал на Рокгорный Карабах, у меня поразило то, что ни один долгожитель по утрам не бегал, не было такого. Ни один из них в реке Бедяной не купался. Ни один из них пробутейка не сдал. Ни один из них не голодал. Ни один из них мочу не пил. А все здоровые. Все работают. Всем за 120-130 лет. У них нет ни аптеки, ни фельдшера, ни больницы. И все не болели. И вот он 14 лет искал истину. Пока не нашел. Выяснил. Оказывается, все дело в воде. В воде, которую пьют эти люди. В воде, которую пьют животные, с которыми они живут. И в воде, которой поливают эти растения. Очень мягкая вода. Все эти четыре территории расположены на вулканическом плато. И там фактически вся вода, это дождевая, снеговая вода. Не прошедшая через точку. Там содержание ионов кальция от 8 до 20 миллиграмм на литр. Ну, это чрезвычайно мягкая вода. В Москве 70 миллиграмм на литр из водопровода идет. В Одессе 80 миллиграмм. Это первое. Он обнаружил, что вот должна быть такая вода. И второе, что он обнаружил у долгожителей. Медицина, она утверждает, что у человека кровь должна иметь щелочную реакцию. 7,35 или 7,4. Фе-ПХ. ПХ идет. Ну, кислотно-щелочное равновесие. ПХ. 7,0 это нейтральное. А меньше 7, это уже кислая, закисленная кровь. Так он выяснил, что у всех долгожителей кровь закисленная. 6,9. И выяснил, что в этой кислой крови никакая хворь не живет вообще. Вообще не живет. И вот он приехал в Одессу и первым делом сделал такую воду. Сделал воду, назвал ее Николенко, начал ее пить. Начал ее продавать, начали люди многие пить, в том числе доктора наук, профессора медицины. Начали и все пришли в дикий восторг. Действительно, оказывается, сразу здоровье ложкой хлеба. Это раз. И второе, он начал систематически подкислять кровь кисными продуктами. Лимон, лимонная кислота. Все фрукты, овощи имеют кислую реакцию. То есть, органические кислоты начали у него. Более того, он выяснил, оказывается, все оздоровительные методики, которые улучшают здоровье и продлят жизнь человеку, они связаны только с подкислением крови. Легкий бег. Оказывается, через 30 минут легкого бега у человека в кровь поступает довольно много молочной кислоты. Значит, заболел человек, высокая температура. Врач пришел, ему дал чего? Аспирин. А что такое аспирин? Это ацетилсалициловая кислота. Витамин С. Американский профессор Поллинг в 1926 году получил Нобелевскую премию за то, что доказал. Витамин С способствует здоровью и долголетию человека. Вот его вывод был. А что такое витамин С? А это аскорбиновая кислота. Скажем, бег молочная кислота. Значит, побутейка. Человек начинает нормализовать дыхание, убирает глубокое дыхание. У него в крови концентрируется очень много углекислоты. Понимаете? Голодание способствует. При голодании на второй-третий день в кровь выходит очень много кислых кетоновых тел. То есть идет подкисление крови. То есть все вокруг этого подкисления, все вот это долголетие и здоровье, оно формируется. Куда идет избыток кальция? Куда он идет? Этот избыток кальция, который вот в воде, которую мы пьем, его очень легко видно сразу. В чайнике белый налет. Белый налет, в чайнике накипи, там вот это так называемое отложение. Это соли кальция. Нерастворимые, которые при кипячении туда оседают. Что у меня делала жена? Она брала туда лимона, пшик, и он сразу растворяет их и выливает. То есть кислое растворяет нерастворимые соединения кальция. Но если у вас кровь щелочная или даже нейтральная, то у вас вот этот кальций, который мы пьем, получаем с этой водой, из пищи, он начинает в крови образовывать нерастворимые соединения. И эти нерастворимые соединения откладываются на сосудах, бетонируют сосуды и закупоривают капилляры, мелкие мозга в том числе. И человек от этого и умирает. Вот именно от этого человек и мрет, что у него нарушается нормальное кровоснабжение всех органов организма. И вот здесь вот я сразу приведу вам два примера, которые не друзья, а я сам их эти примеры уже сразу нашел в жизни. Я потому что их знал до этого. Первый Владимир Ильич Ленин умер в 54 года, совершенно молодым человеком умер, а умер он от склероза сосудов. И когда врачи его вскрывали, врач пишет, я скальпелем по сосуду стучал, а сосуд звенел. То есть он бетонирован был этими кальциями внутри сосуды. Более того, Ленин последние три года перед смертью страдал старческим слабоумием. То есть у него были закупорены капилляры мозга, мозг уже перестал у него работать. Пожалуйста. Второй пример интересный. Поль Брэк. Это известный, он входит в семерку великих профессоров здоровья Америки. Это основоположник лечебного голодания. Он прожил 96 лет. Причем в 96 лет он утонул, катаясь на серфе в океане. То есть вот на этой доске балансирует он в 90-е. Это его было любимое занятие. Причем когда после смерти врачи вскрыли его, они обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. Он должен был жить 140 лет, вот этот Поль Брэк. Это все сразу признали. Если бы не утонул в 96, он бы прожил и столько. И сразу задается вопрос. И он во всех своих книгах, Поль Брэк пишет, ваш возраст, это возраст ваших сосудов. Это ваш возраст. И я начал анализировать, а я с Поль Брэком познакомился еще в 76 году. Познакомился с его работой, сам издат был. И я перешел на эту систему и чувствовал себя прекрасно. Оказывается, Поль Брэк всю жизнь пил только дистиллированную воду. То есть кальций он не потреблял. Второе. Один из основных и главных, самых страшных поставщиков кальция, как это будет не странно и как это будет не неожиданно для всех, это молочные продукты. То есть это самый страшный поставщик кальция в наш организм. И человек, начав пить молоко, 100 лет жизни у себя украл. 100 лет. Потому что, вот возьмем сыр. Человеку взрослому для гомеостаза нормального в течение суток надо 300 миллиграмм кальция. 300 миллиграмм. Если вы съедите 100 грамм сыра, а вы спокойно съедите, там полтора грамма. То есть пятидневная норма. А куда эти четыре нормы? Они все пойдут в ваши сосуды, будут вас убивать. Вот и все. Так вот, Поль Брэк категорически отвергал все молочные продукты, кроме сливочного масла. Масло это жир. Раз, это два. Третье, он голодал. То есть подкислял кровь через голодание. То есть он не убивал свои сосуды вот этим излишним кальцием. Значит, все профессора медицины, которые начали жить по друзьику, они все пришли в бешеный восторг. Все в основном с Украины. Профессора медицинских институтов и, в частности, известный профессор, доктор медицинских наук Леви, Владимир Леви. Он провел это дело на себе. Он в Германии еще одного немецкого профессора подсадил на эту штуку. И он написал предисловие к первой книге друзьяка. Первая книга у него называлась «Как продлить быстротечную жизнь». И он написал предисловие, которое назвал «Кислый привкус здоровья». И вот он пишет, что я правил сам на себе, да, я посмотрел все доказательства. Он абсолютно прав. Полингу дали Нобелевскую премию за то, что он доказал, что аскорбиновая кислота способствует... А друзья доказал, что любая органическая кислота способствует здоровью и активному долголетию, потому что подкисляет кровь. Любая. Причем аскорбиновая не самая сильная. Лимонная намного сильнее. Но, говорит, когда меня сейчас спрашивают, а какие болезни лечатся по методу друзьяка? Я, говорит, отвечаю, практически все. Практически все. И вот мы уже на кафедре 9 месяцев все живем по этой системе. Поставили себе фильтры специальные, которые отсекают кальций. Вот, это с обратным осмосом фильтры. Начали пить эту воду, начали систематически кровь подкислять. Какой критерий, какой критерий, что да, действительно у вас прошел оздоровительный процесс? Потому что когда кровь кислая, подкисленная, она начинает растворять эти соединения, чистить сосуды. Чистить сосуды, капилляры, оно потихоньку уходит, и человек себя начинает чувствовать прекрасно. Вот мне 70 лет. Я, кстати, почему мне эта информация пришла, я скажу. Когда мой великий учитель, академик углов, великий хирург, учитель, великий трезвенник, он в 2008 году умер на 104 году жизни здесь, в Санкт-Петербург. Он, кстати, похоронен на Никольском кладбище в Александровневской лавре. Умер он не от старости, он умер от перелома шейки бедра. Он шел с работы в 100 лет, подскользнулся, упал, сломал шейку бедра. Две тяжелейших операции под наркозом, вот наркоз изгубил его здоровье, академика углова. И когда он умер, 104 года ему было, в 2008 году, я встал и сказал, вот в память о своем учителе, я проживу минимум 120 лет. Ну вот я уже 60, а вот уже 70 прожил. Чего мне, 50-то лет, я уж точно проживу активно. И пошла вот эта информация. Представить, сразу стоило заявить, и Господь Бог начал эту информацию посылать, что вот она, вот, оказывается, уже это все известно, есть это направление. Ну и вот Углов-то тоже ведь, он до 18 лет жил в Якутии на реке Лена. А Якутия – это территория долгожительства. Он заложил себя, а потом в Питере всю жизнь жил, и он не употреблял ни алкоголь, ни табак, он себя не убивал, а жил нормальную человеческую жизнь. Потому что основное убийство, конечно, у человека, даже не столько кальций, кальций тоже способен, но это вот алкоголь и табак сокращают, убивают жизнь. Но если человек переходит на здоровый образ жизни, переходит на нормальную воду, переходит на систему подкисления, он перестает болеть, просто перестает болеть. И вот я говорю, я вот сейчас уже 9 месяцев, мы все себя чувствуем прекрасно. Энергия ключом бьет. Второе, он пишет, значит, второй параметр. У человека здорового должна моча иметь кислую реакцию. Без цвета, без запаха тоже нормально. Если моча мутная и щелочная, в организме идет очень мощный болезненный процесс. И третье, показатель, тоже очень интересный. Когда берут общий анализ крови, там есть такой параметр, СОЭ, СОЭ. Написано СОЭ, и в скобочках написано 2-10 для мужчин, 2-15 для женщин. Норма считается, понимаете? А что такое СОЭ? Это скорость оседания эритроцитов. А эритроциты – это красные кровяные тельца, которые переносят кислород, питательные вещества по организму. И эритроциты имеют отрицательный заряд. А ионы кальция плюс имеют заряд положительный. И когда эти ионы кальция облепливают эритроцит, он становится тяжелым. У человека загустевает кровь, и он не может донести, куда надо, вот эти питательные вещества, от этого и вялости, и болезни, и все, что угодно у человека идет. Понимаете? И чем меньше скорость оседания эритроцитов, тем подвижнее кровь, тем она жиже, тем человека выше здоровья.